Итак, у нас сегодня с вами занятие по теме, как работать с бизнес-конфликтами. Я надеюсь, что вы пришли на этот семинар с какими-то запросами, и я могу ответить на этот вопрос, больше даже никуда не переключая, даже не представляясь, хотя я планировала, потому что как работать с бизнес-конфликтами, да ровно точно так же, как и с любыми другими. Не знаю, хорошая это новость для вас или не очень хорошая, я обычно здесь улыбаюсь, потому что на самом деле методология разрешения конфликтов, она единая, то есть здесь разница только, либо ты сам в этом конфликте, либо ты третье лицо, и вот в бизнес-конфликтах часто бывает, когда тебе нужна роль медиатора, да, то есть это человек, который помогает разрешить конфликт. В общем-то, но и в гражданской практике ровно такая же история про то, что будет вариации, да, что между двумя людьми тоже может быть какой-то посредник, который будет помогать разрешать конфликт. Все остальное, в общем-то, все методологии, они идентичны. Я дам сегодня вам прямо инструменты, вы сможете попробовать кое-что, да, так на вкус, да, такой пробные инструменты из курса по управлению конфликтами. И сразу же скажу, что пока переключу на себя, кто меня не знает, сможет пока прочитать. Если говорить про полный курс управления конфликтами, то я рассматриваю его из разных плоскостей и со стороны бизнеса, и со стороны, в общем-то, общечеловеческих показателей, потому что, еще раз скажу, весь принцип разрешения конфликтов, он единый, то есть методология одна, не имеет значения, что за этим стоит. Тем более, что если даже будем говорить про бизнесовые такие вещи, за бизнесом всегда стоят люди, поэтому так или иначе ценности могут быть разные, цели будут разные, либо в рамках таких общежитейских каких-то форматов, либо бизнеса, без разницы, коллеги. Поэтому те, у кого стоит этот вопрос остро, конечно, приглашаю на полный курс, но это чуть попозже, я об этом скажу. Итак, представлюсь, меня зовут Шульга Елена Александровна, ведущая преподаватель Центра Специалист. Курсов у меня достаточно много, больше 30, практически большие три направления, направления по менеджменту. Начинает курс руководитель структурного подразделения до стратегического менеджмента. Второе направление – soft skills, так называемые все мягкие навыки, куда и входит направление конфликтами. Третье направление – андрогогика, это обучение взрослых людей. Я сертифицированный коуч-ICF, уже больше 1600 часов коуч-сессии, потому что это больше 13 лет практики. Также практикующий психолог, фасилитатор. Ну и с точки зрения управления конфликтами, я профессиональный медиатор, я занимаюсь этим в рамках консалтинга, помогаю разным компаниям разрешить конфликты до судебном порядке, потому что есть федеральный закон о медиации. Но сегодня не об этом, в общем-то конфликты, они не бывают, не бывают таких людей, у которых не было бы конфликтов. На самом деле, просто возможно, стратегию человек выбирает в конфликте уход, и поэтому ему кажется, что он не попадает в конфликт. На самом деле, конфликты, они у всех людей есть, потому что мы защищаем свои границы, у каждого из нас они есть. Иногда мы их не сознаем, уходим в внутриличностный конфликт, иногда сознаем, и начинается межличностный конфликт. И, наверное, основное, что я хочу сказать, те люди, кто приходят к нам учиться, это то, что мы гарантируем тот объем знаний и навыков, которые обозначены у нас на сайте, потому что наша компания работает давно, центр специалист уже в этом году 30 лет, как учат людей, и очень важно, что каждый преподаватель эксперт, и все гарантии у нас прописаны в договоре, то есть это не будет такого формата, знаете, как некоторые компании, ты к нам приходи, мы тебе, если что, деньги вернем. Здесь вопрос не в этом, вопрос в том, что у нас центр лицензированный, поэтому все, что соответствует нормам и правилам образования, соответственно, мы соответствуем этим критериям. И на повестке сегодня это рассмотреть типовые конфликтные ситуации, что бывает, и попользоваться инструментами для проработки существующих конфликтов. Как я говорила, пожалуйста, если кто-то сейчас еще не положил ручку и листочек с собой, найдите, пока я вводную часть говорю, чтобы у вас это было, потому что прям вот хочу сегодня с вами попрактиковаться. Потому что soft skills – это такая вещь, что если вы будете только слушать или читать книги, результата не будет, сразу скажу. Здесь нужно напрягать свой мозг, желательно работать через написание, потому что мелкая моторика как раз усиливает наши нейронные связи, поэтому давайте потренируемся. Подробнее, полным циклом у нас есть курс управления конфликтами. Старт у нас 23 мая, это 2 субботы, да, с 10 до 17.10. И, пожалуйста, если кому это очень актуально, потому что я знаю, что у нас очень много слушателей уже, кто учится или кто только собирается у нас, например, учиться, воспользуйтесь. Правда, слушайте, это денег стоит в районе 3 тысяч в рамках частных консультаций, когда вы можете проконсультироваться у экспертов, где вам, чем вам еще заняться, да, как пройти какое обучение, на какие компетенции, в общем-то, делать упор в зависимости от выбранной профессии, поэтому вот вам можете сейчас скриншот сделать с экрана, промокод «Иду вперед», заполнить форму для получения консультации, для вас это будет совершенно бесплатно. Пробуйте, пользуйтесь, и тем более для всех наших выпускников есть еще у нас биржа труда, тоже совершенно бесплатная, и у нас как для работодателей, потому что вы можете выступать в роли работодателя, и так и в роли работника. И то, и то, пользуйтесь, потому что на рынке труда самое, наверное, лучшее, когда все нашли друг друга, и никакого конфликта нет, а мы тут поможем. Итак, мы идем в тему типовые конфликтные ситуации, которые бывают, но начну я с чего. Давайте сначала вообще определимся, что такое конфликт. Конфликт – это столкновение противоположно направленных целей, может быть, интересов, может быть, мнений, позиций людей в процессе взаимодействия. То есть, если мы взаимодействуем с кем-то, то так или иначе мы можем сталкиваться либо в интересах, либо в целях. И с точки зрения бизнесовых, если прям акцент сделать на бизнесовые конфликты, то важно понимать, что статистики, огромное количество исследований, и по статистике большая часть компаний, действительно крупных компаний, прям целенаправленно занимается управлением конфликтных ситуаций, потому что это же конфликт не только между, например, человеком и человеком, как персонали, но это может быть конфликт интересов. К примеру, человек устроился на работу, подразумевал у него, что у него будет карьерный рост, и в его голове это было, допустим, 3 года. Через 3 года чуда не случилось, его не повысили. У него начался конфликт, причем об этом никто не знает. Он сам уже вошел в этот конфликт, он обиделся на свое руководство, обиделся на компанию. И статистика говорит о том, что в этот момент человек работает на самом-самом минимуме, насколько он может работать. То есть, грубо говоря, лишь бы не уволили. Иногда бывает, что даже и такой уровень он не может, он не в состоянии воспроизвести, потому что конфликты бывают открытые и скрытые. И вот тот кейс, который я вам сейчас рассказала, это про скрытый конфликт. Мы о нем можем не догадываться. И самая интересная вещь, что нашему мозгу все равно. Это реально происходит, либо мы сами себе нафантазировали. И вот эта жвачка, или я это называю, кони бегают по кругу, когда у человека начинаются проблемы со сном, когда он либо уснуть не может, либо в районе полчетвертого утра просыпается. Это как раз время работы надпочечников, и выделяется адреналин. На адреналине уснуть еще никто не мог. Поэтому вот эти скрытые конфликты очень часто... Первая такая ласточка – это если персонал начинает болеть. Такая психосоматика срабатывает. Самый ответственный момент в том числе. И скрытые конфликты мы не видим. Они самые, наверное, опасные, как раз потому что руководитель ничего не делает. Он же не знает, что его люди там в конфликте. И поэтому никаких действий он не производит. В открытых конфликтах тут понятно. Два человека сцепились, либо ругаются, либо, возможно, даже дерутся. Всякое бывает. И, кстати, в моей практике медиатора было, что драки были по принципу два взрослых человека, с учредителей, чтобы вы понимали, это высокого полета, когда люди просто друг друга бросают дыроколы, ноутбуки и так далее. Все, что под руками лежит. То есть, чтобы вы понимали, мы будем с вами разбирать это в курсе. Понимание, что творится в голове и почему так люди поступают. Просто когда ты знаешь причины, ты понимаешь, почему следствие такое получается. То есть, стимул, реакция. Мы начинаем понимать эти реакции. И тогда вы меньше обижаетесь. И тогда вы меньше сами реагируете на такие реакции людей. Ну и, как следствие, разберетесь и в себе в том числе. Итак, для бизнеса еще раз скажу, что самое опасное – это именно скрытые конфликты. Поэтому давайте посмотрим признаки скрытых конфликтов, которые будут говорить о том, что, да, тут что-то не так. Очень хорошо это видно на любых совещаниях, на любых групповых каких-то собраниях. Когда вдруг между участниками, которые ранее общались, разговаривали, может быть, смеялись, а потом они начали садиться на противоположные стороны стола и не разговаривать друг с другом. Когда они молчат, либо начинают избегать совещаний, то есть под любым соусом, там опоздал или еще что-нибудь, ну то есть прям явно избегает человек. Когда вы не можете, вы задаете вопрос, либо в ответ тишина, либо, опять же, такая вязкость, вот такое ощущение, вот этой энергии, если бы ее можно было как-то померить, что как будто бы все спят в каком-то полусонном состоянии. И вы не можете, например, если вы как руководитель, вы не можете никак людей раскачать. Очень часто это вопрос не в... Это вот сейчас, когда выходили все после майских праздников, часто мне этот вопрос задавали, как же их растормошить, почему они вот такие все спят, они же хорошо должны были отдохнуть. А вот тут тебе конфликт налицо, потому что человек привык уже отдыхать, например, кто отдыхал 10 дней, и такой конфликт интересов. Тело говорит, ну подожди, мы же спали до обеда, чего это вдруг ты сейчас там решил в 6 утра встать. И это такой вот конфликт, потому что любой человек стремится к тому, чтобы, как я называю, тело стремится к покою, желательно, чтобы никто никуда не кантовал, да, есть такая фраза, не кантуйте меня, я вот хочу лежать в одном месте на диванчике, чтобы деньги были, даже у русских есть тост, чтобы у нас все было, и нам за это ничего не было. Ну то есть вот тут налицо как раз конфликт, потому что долгий отдых потом вводит в конфликт к тому, что вдруг нужно теперь работать. Это нежелание общаться между собой, начинать топить друг друга, мышленно, обычно еще так бывает, когда они начинают, я сейчас все выведу на экран, начинают говорить вдруг, людей называть не по имени, а по имени отчества, тоже такая интересная специфика, вот, например, раньше называли просто Сергей, Наталья, Илья, Евгений, а потом вдруг вот Евгений Павлович, да, и мне там Елена Александровна, то есть понимаете, даже если это с неким сарказмом, вроде бы и нет такого открытого конфликта, но на самом деле я бы на вашем месте, если вы видите таких людей, уже поговорила бы с ними, потому что это, возможно, самое начало только конфликта, еще не дошли вы до эскалации, да, когда это уже прям явно видно, но поговорить вовремя, в общем-то, можно проработать этот конфликт, потому что просто так люди так не начинают менять образ мышления и разговоры друг с другом, поэтому еще важное, это когда ссылаются на такие формальности. Раньше можно было без заявки что-то сделать, и приходили, и всегда, ну там, грубо говоря, пришли к административному помощнику, сказали, что нам нужно для нового человека там заказать констовары, и раньше все хорошо было, она просто выдавала, и все. А тут раз и сказала, что все вы меня замочили, пишите заявку, у нас есть норматив, как у нас там есть регламент и так далее. Коллеги, ну, опять же, значит, у вас там с этим человеком где-то какая-то черная кошка пробежала. То есть это однозначно, не думайте, что это как-то случайно происходит, то есть это какой-то стимул, вы, в частности, в этом кейсе. И реакция конфликтная, то есть конфликт не из-за этих, конечно, карандашей там и ручек, конфликт из-за чего-то другого зачастую, но реакция просто на вас, она будет вот при любом столкновении, в общем-то, с вашей персоной, например. И источники конфликтов, они тоже очень идентичны, когда люди просто недопонимают. Знаете, вот из-за того, что у нас вообще, к сожалению моему, мы как россияне очень плохо умеем слушать друг друга, очень плохо. Зачастую у нас первый уровень слушания, это знаете как, я воспитанный человек, и я тебя слушаю, просто я не перебиваю тебя, я слушаю, когда ты уже замолчишь, и я отвечу на твой вопрос, потому что я угадаю эту мелодию с первых нот, то есть как только человек начинал говорить, ставьте мне плюсики, кто за собой замечал, что сами так делаете, то есть человек начинает говорить, ты уже понимаешь в первом предложении, что он скажет, или какой он вопрос, а он тебе долго от Адама и Евы что-то, ну как нам кажется, рассказывает, и ты уже на самом деле его не слушаешь, ты уже просто ждешь, как воспитанный человек, и думаешь, ну давай уже, хватит уже, ну вот есть такие, да, коллеги, спасибо за честность. Это приводит, знаете, к чему? Дело в том, что да, большое количество людей действительно как-то растекаются по древу, все же мы разных психотипов, и вот кому-то нужно быстро, я сама люблю, чтобы вопрос-ответ, ну как в армии, такой армейский метод, но я сталкиваюсь с этим повсеместно, что люди начинают мне рассказывать 10 минут какую-то преамбулу, я в общем-то сижу, стою уже и думаю, так, это вот сейчас он про это или про это, и что происходит? Я отключаюсь в слушании от человека, и начинаю сама с собой, первый этап коммуникации, это тихо сам с собой, то есть на самом деле я уже не слушаю его, вот так вот по-честному, давайте скажем, что мы очень часто так делаем, вот именно с теми людьми, которые долго разговаривают, а если, например, человек долго разговаривает, а вы сами по темпераменту такой торопышка, то для вас это просто, ну, несоответствие по вашей харизме, да, и как следствие получается, что мы можем недопонимать, человек рассказывал, рассказывал, ты ему отвечаешь, он говорит, подожди, я не про это, и вот как только ты слышишь такие вещи, ты начинаешь понимать, что на самом деле ты просто реально не услышал этого человека, вот тебе и конфликт, хорошо, если это не острая какая-то тема, и после того, как вы не услышали, да, там не произойдет какого-то взрыва, останавливайте себя, коллеги, ну, правда, здесь такой очень важный момент, конечно, это и ценности убеждения, там, элементарные какие-то убеждения, когда один считает, что это хорошо, другой плохо, ну, я вот такой кейс привожу, я почти 8 лет поработала в американской компании, и там были ценности такие американские, мы бизнес-этикет изучали, сдавали там каждые полгода эти экзамены, и по международному бизнес-этикету в дверь стучаться, ну, вообще в двери в офисе стучать нельзя, это запрещено, а когда я ушла из американской компании и пришла в российскую компанию, я в первый же день попала в конфликтную ситуацию с учредителем, потому что я не постучалась к нему в дверь, и у него просто глаз, по-моему, дергаться начал по этому поводу, он говорил, подожди, ты нарушаешь субординацию, я даже не поняла, про что он говорит, и спрашивая, ты сейчас про что, он говорит, ну, тебя в дверь не учили стучать, и вот это вот различие в ценностях выплыло, в общем-то, практически сразу в конфликт, там буквально с первых же часов нахождения в другой компании. Это может быть различие интересов, очень часто в команде, знаете, один хочет денег заработать, а другой, ну, я сейчас даже, знаете, возьму такой пример на деле продаж, казалось бы, все продажники должны деньги зарабатывать, они должны быть, должны быть, правда, это слово, кому они там должны, ну, предполагается, что профиль, что они должны, вот, бери больше, кидай дальше, но, они же не все такие, и вот у кого-то, правда, интерес, брать больше, и кидать дальше, и чтобы больше заработать, например, себе премию, а у кого-то, вот, просто ему хватает этого оклада, который вы платите, и все, и у него интерес, лишь бы его не турнули с этого места, и все, и понимаете, когда ты руководитель, например, в таком отделе, ты должен очень четко понимать, что у них интересы у всех разные, и не равняйте всех по себе, у вас тоже одни интересы, а у людей другие интересы, ну, безусловно, это чувство эмоций, когда на эмоциях мы вообще рационально мыслить перестаем, мы не умеем в этот момент коммуницировать, и, конечно, еще важный момент в рамках, если управленческое, такой бизнесового формата, взять это несоответствие роли, потому что это тоже самый частый, наверное, конфликт, особенно в бизнесе, это то, что есть понятие ролевые ожидания, мы сегодня сделаем даже такое упражнение. Итак, основа любого конфликта, просто запомните, хоть в бизнесе, хоть дома, хоть между собой, мужчина-женщина, мужчина-ребенок, мама-папа, без разницы, это всегда несоответствие желаемого и действительного, то есть у нас есть некое ожидание от процесса или от человека, есть действительность, если вот как сейчас на рисунке, действительность ниже ожидания, у нас конфликт, потому что, как так, мы вот ожидали, что будет здесь вот эта история, а там этого нет, но как следствие нам это не нравится, а когда у нас, наоборот, действительность была бы стрелочкой выше ожидания, мы бы были довольны, рады, умиротворенные, вот и все, на самом деле, математически достаточно просто все объяснимо, давайте пойдем уже в инструменты, итак, я вам уже говорила, сейчас буквально по поводу рулевого конфликта, что это такое, дело в том, что, когда нам, ну, обвиняет, например, нас, какая-то страна в чем-либо, на самом деле, каждое обвинение, это не более чем сообщение, то есть, ну, просто в эмоциях, например, человек тебе сообщает, и нам очень важно реагировать не на саму эмоцию, понятно, что мы же все люди, мы человеки, нам, если нам сказали с какой-то подковыркой, с сарказмом, то и мы хотим с подковыркой, с сарказмом, как пример тоже приведу, сегодня мне один слушатель прислал свою домашку с опозданием с большим, на месяц он опоздал с домашкой, и, естественно, не получал зачет, и вот он наконец-то прислал, и работа отличная, правда, вот знаете, как вот, я ему пишу, Алексей, отличная работа, спасибо большое, можно прям в пример показать, потому что я вижу, какие работы сделали все остальные, какой он, когда я ему отослала это письмо, он мне ответил, Елена, какой сарказм в ваших словах, пришлось писать, что вот, а он сам по себе такой саркастичный, то есть, человек привык все с сарказмом, и когда его хвалят, искренне хвалят, он там видит и слышит тоже сарказм, поэтому это по поводу роли, то есть, речь идет о ролевых ожиданиях, мы ожидаем от себя или от другого человека определенного поведения в социальной роли, то есть, у нас, у каждого есть собственный набор ролевых этих ожиданий, и, в общем-то, можно ли без них обойтись, на самом деле нет, ну, то есть, ну, правда, у нас есть всегда, мы в голове, у нас есть так называемые паттерны, привычки, что если вот мама, то она ведет себя вот так-то, так-то, то есть, что, что, вот у каждого из нас, вот я сейчас разговариваю пока, да, я же вас не вижу, что у каждого из нас есть вот этот роль, какая идеальная бабушка, какая она, какая идеальная мама, какая она, и даже если у нас не было идеальной бабушки и мамы, но у нас в голове есть все равно образ, а какая идеальная, или какая идеальная там работник, работница, да, или какой идеальный директор, или какая идеальная там, например, в зависимости от должности, то есть, у нас это все есть, поэтому давайте с вами готовьте сейчас ручки и тетрадки, ну, просто один листочек этого достаточно будет на сегодня, потренируемся, потому что мне бы хотелось, чтобы вы действительно не просто меня послушали, а проработали, возможно, какой-то свой конфликт. Итак, записываем первую таблицу, вот таким вот образом, я сейчас пример покажу, итак, есть некий, вот всего четыре таких поля, итак, человек, сотрудник, партнер, коллега, близкий человек, без разницы, ну, с кем-то, с кем у вас конфликт, дальше, что вы от него ожидаете, в какой мере удовлетворяется, и почему, из-за чего ваши ожидания не удовлетворены, я как пример сейчас покажу, как это заполнять, я прям конкретный пример возьму по своему сотруднику, имена все изменены, допустим, Ленина Катя, это мой сотрудник, новый в отделе продаж, никогда представлялась, не сказала, у меня два собственных бизнеса, поэтому я всегда обычно все кейсы говорю из практики, потому что я в оперативном управлении, и этих кейсов у нас, у меня тут каждый день выше крыши, итак, что я от него ожидаю, я ожидала выполнения плана продаж, в какой мере удовлетворяется, вот от 1 до 5 не удовлетворяется никак, вот от нее я прям совсем не ожидал, то есть у меня было вот четкое представление, что когда я ее возьму, там все случится, объясню даже дальше, почему мои ожидания не удовлетворены, потому что Катя не выполняет нормативы по звонкам, и дальше нужно использовать технологию 5 почему, если не знаете, то это подряд 5 вопросов, почему задаешь, то есть почему ты не, ну почему Катя не делает эти звонки, задайте ей вопрос, ага, Катя говорит, а у меня нет столько базы, ну то есть чтобы делать звонки, нужно понимать, кому звонишь, то есть там вопрос решается не в том, что она какая-то плохая, из-за того, что там некому звонить, например, либо она не звонит, потому что у нее страх, то есть вам нужно понять, почему ваши ожидания не удовлетворены, не вот у себя в голове прорисовать, а поговорить с Катей, что, что там происходит, почему не удовлетворены, дальше мы заполняем следующую табличку, то есть та же Катя, моя гипотеза о том, откуда у меня взялось, что она выполнит прям с первого месяца план продаж, объясню, это моя, я ее знаю очень давно, 15 лет, эту Катю, и ранее в другой компании, я с ней вместе работала, она была лучшим менеджером по продаже, номер один в крупнейшей компании, и я ожидала, что когда я ее возьму к себе, она будет также рвать и метать, и у меня, а этого не случилось, и, ну, такое некое разочарование, думаешь, как так, и вот прежде чем как-то решать этот конфликт, нужно его решить у себя в голове, и вот следующие два вопроса, это за что я могу поблагодарить, то есть смотрите, вот я вам сейчас так спокойно говорю, потому что, ну, все-таки я и практикующий психолог, и медиатор, я уже привыкла использовать разного вида таблицы, но когда ты не имеешь такой подготовки, зачастую тебя этот человек настолько раздражает, что ты не можешь с ним спокойно поговорить, то есть ты на него смотришь, и тебе хочется ему голову открутить, руки начинают трястись, да, то есть голос трясется, или наоборот, ему хочется кричать, то есть нам нужно немножко себя успокоить, в рациональном, привести себя в уровень рационального мозга, и вот здесь это называется эмпатический удар, то есть нам нужно проявить эмпатию, принять, это непросто, поэтому задайте себе вопрос, за что вы можете, например, эту качу поблагодарить, вот она работает сейчас месяц, и могу я ее поблагодарить за то, что она активная, да, продаж нет, но она активная, она задает вопросы, она продолжает работать, несмотря на болезнь сына, у нее, ну, она с декрета вышла, и очень серьезная болезнь генетическая, и я про это знаю, и она никогда у меня не ноет про это, ну, то есть есть чем сравнить, я хочу ее за это поблагодарить, то есть я проникла симпатии к ней, я готова с ней дальше поговорить, а потом следующий пункт, какую помощь я могу оказать этому человеку, чтобы удовлетворить свои ролевые ожидания, услышите сейчас, и ответ, ну, вот в контексте моем, это прослушать ее звонки, найти там зоны для роста, потому что в декрете она была 7 лет, и она уже многое забыла, то есть мое рулевое ожидание было, когда она не была там в декрете, да, то есть она была другая, сейчас у нее там, тем более сложный род и сложный ребенок, она уже все позабыла за эти 7 лет, но знаете, роль-то, ролевая модель осталась та, и я ее сейчас на нее тоже надела, эту шапку, после звонков провести обучение, в зависимости от того, чего ей не хватает, и начать с ней общаться, потому что это удаленка еще для нее, это не типичная работа, не в офисе, а на удаленке, мы в разных городах общаться с ней хотя бы через день, ну, для того, чтобы некая подпитка была. Я вас сейчас попрошу каждого взять какой-то свой, своего какого-то человечка, сотрудника или партнера, и провести вот по этим шагам хотя бы коротко. И мне уже в чат напишите просто ваши ощущения. Что дал этот инструмент? Если не все пункты удается заполнить, а какие не удается? Не могу описать. А тут нет такого понятия, как описать конфликт. Ну, то есть вы изначально вспоминаете сейчас, либо сейчас это с кем-то есть, либо, возможно, в прошлом, может быть, все-таки так и не разрешили конфликт, даже разбежались с этим человеком, можно прошлое, то есть есть такое понятие, как рефлексия, это такое обдумывание прошлого опыта, и можно это будет заполнить. Ну, это может быть соседка ваша, может быть начальник. Тогда тем более. Берите вот человека, там в любом случае в конфликте есть некий человек, так? Ваши ожидания. Отвечайте на вопросы вот в рамках этой таблички. То есть такая двойная табличка. А, чем могу помочь? Ой, на самом деле очень важна вот эта колоночка, потому что, обратите внимание, чем я могу помочь, чтобы удовлетворить свои ожидания. То есть такой эгоистический, я бы сказала, столбец, то есть мы все равно думаем про себя, но вот тут для того, чтобы у меня, например, Катя начала продавать, мне нужно ей там помочь в том-то, том-то, том-то. Если вы сами никак не можете ответить на этот вопрос, ну, подумайте еще, я бы так сказала сначала, да, а если прям все равно не находится, то поговорите с этим человеком именно в этом контексте. Скажите, пожалуйста, чем я могу помочь, чтобы у меня вот это получилось? Что я еще... Ну, вот знаете, из продаж есть такой скрипт, когда тебе человек говорит нет, ты там продаешь что-то, он тебе говорит нет, вот он у тебя в конфликт, и ты берешь и спрашиваешь там, Иван Иванович, скажите, пожалуйста, что я еще могу сделать или что я могу спросить, на что я должна обратить внимание, чтобы мы все-таки стали сотрудничать. То есть я про свою цель. И, Алексей, да, и понятно, что это не стандартные такие вещи с руководством, но с руководством это тоже люди, и мы тоже можем с ними говорить. Не святая же корова нам у вас там, чтобы нельзя с ней было разговаривать. Вот, поэтому просто подойти и сказать к руководителю, ну, организовать встречу, и сказать о том, что там, Иван Иванович, скажите, пожалуйста, что, как я могу, что мне нужно сделать, да, для того, чтобы вы меня повысили. Ну, то есть вы же, все равно это же помощь, вы же там что-то, что я должен сделать, это ваша помощь, чтобы меня повысили, например. Так, это вопрос с Чарльей Крутман, который своевременно не предоставил замену ушедшему сотруднику и не информировали о том, что о том только в самый последний момент стало известно, что человек есть, его нашли, но оффер не отправили, что придется в очень короткие сроки принимать огромный пласт работы мне. Юля, поговорите с Чаром здесь, чем помочь для того, чтобы свои ожидания уместились. Ну, например, когда я, когда у меня Чарль не мог найти там человека долго, мне же все равно нужно, чтобы был человек. И когда я пришла, я спросила, скажи, пожалуйста, чем я тебе могу помочь для того, чтобы мы закрыли эти позиции, потому что у меня план горит. На что ЭЧАР мне сказала, слушай, если ты сможешь взять второй этап собеседования, он говорит, я буду первичку проводить, это вот второе собеседование, потому что мы всегда через три этапа проводили, это достаточно большой объем, люди отваливаются, кандидаты, потому что слишком долгие между первым и вторым этапом собеседования, и мы их теряем. Если у нас будет первый, завтра второй, послезавтра третий, ну, с годными кандидатами, то тогда больше получится. Конструктивно поговорили, и все нормально. Вот, поэтому здесь вот этот важный очень момент. Да. Ну, смотрите, если бы до кабы, как говорится, если до кабы в саду выросли грибы, поэтому сейчас мы не про прошлое, а вообще с точки зрения решения конфликтов, мы не про прошлое, мы про будущее, про настоящее, про будущее все вопросы задаем. Итак, и подумайте еще над этим упражнением, ну, если кто придет уже, коллеги, единственное, там очень уже мало мест в той группе, битком практически, поэтому если кто-то собирается попасть, тем более очная группа, то вы как-то там торопитесь, правда, это не угроза, потому что там реально уже полная группа. Вот, и еще одно упражнение, которое я хочу с вами тоже проработать, это про конфликт интересов, то есть то был ролевые конфликты, конфликт интересов. Этот бит конфликта появляется тогда, когда наши интересы начали конкурировать с интересами другой страны, возможно, Юля, у вас там не ролевое конфликт, а конфликт интересов. Ну, то есть роль это то, что ваш HR должен там выполнять свой функционал, он там не выполнил, да, то есть может быть там нужно простроить на будущее какие-то орг моменты, регламенты, положения, почему там этот оффер не отправили, да, а может быть конфликт интересов, потому что интерес там с другой стороны другой. Итак, в ситуации конфликта интересов очень важно четко представлять предмет конфликта, то есть за что мы бьемся, реальный или виртуальный, и такое бывает, знать эти ловушки конфликта, ну, и, естественно, владеть технологией управления конфликтом. То есть предмет конфликта – это вообще основа конфликта, это может быть все что угодно, материальное, идеологическое, физическое, духовно-нравственное, яблоко раздора какой-то, которые не дают как раз вам жить спокойно. И, в общем-то, что тут может, что обычно люди делят, да, в конфликте интересов? Часто деньги делят, сферы влияния, недвижимость, ценные вещи, власть, территорию, какие-то другие ресурсы. И очень часто в конфликте интересов, то есть чем заманчивее вот этот приз, так скажем, за что борются, тем больше оснований у конфликтующих сторон биться до последней капли чужой крови желательно. Поэтому вам нужно, прежде чем определить этот предмет конфликта, задать себе такие вопросы. За что бьемся? Вот за что вы бьетесь? И понимание, за что бьется оппонент. Очень часто в моей практике бывает, здесь, кстати, этот инструмент можно использовать как раз с точки зрения бизнеса, как медиация инструмент. То есть есть две стороны, и уже медиатор задает эти вопросы. Одна позиция, вторая. За что бьемся? И хорошо, когда хоть заодно бьются, а то еще оказывается и за разные. Один за одно, другой за другое. Знаете, как спрашивают, за что дрались? Тебе одно нужно, а второму другое нужно. Потому что люди привыкли, ну, то есть обозлились друг на друга, уже привыкли, например, в таком формате общаться, и вроде как нечего делить, а все равно, вот если кто-то у нас был на эффективных переговорах, а именно у меня, я специально даю такие кейсы провокационные, которые в паре вы там решаете, и, в общем-то, попадаете как раз в конфликт интересов, и единицы, я бы сказала, 0,1, только людей, которые не идут биться в этом кейсе, хотя на самом деле делить там нечего. Дальше мы смотрим, задаем себе вопрос, что каждый из нас хочет получить в результате, такой идеальный результат, что вам этот результат даст, то есть есть какая-то вторичная выгода, и всегда есть явный материальный предмет конфликта, а есть еще скрытый виртуальный предмет конфликта, поэтому здесь, ну, там, по совести, или, может быть, это какие-то ценности, там, справедливость, это вот такие скрытые предметы конфликта, но всегда есть еще что-то материальное. Иногда бывает, что для человека уже там ни деньги, ни власть, ничего не нужно, просто я за справедливость, и такое тоже бывает, и там будет, в общем-то, как раз предмет конфликта именно виртуальный, будут биться именно за это. Попробуйте тоже описать, вы хотя бы поймете, во-первых, вы сможете ли вы последнюю колонку заполнить, насколько вы вообще понимаете другого человека, потому что может оказаться, что вы знаете только свою позицию, иногда и свою позицию не знают. Чего хочешь-то? Работать с ним не хочу. То есть очень часто, обратите внимание, часто здесь важенными на ответ, без частицы «не». То есть часто люди говорят, чего они не хотят, а сформулировать, чего хотят, не могут. То есть за что бьетесь? Не хочу с ним работать, а хочешь-то чего в результате? Не хочу с ним работать. И вот по 15 минут задаешь один и тот же вопрос, и человек, а хочешь-то чего? Идеальная картинка какая? То есть они не могут сформулировать, чего они в идеале хотят. И пока он не сформулирует, вы не разрешите этот конфликт. Справедливость российский вариант? Да, Елена, чаще, часто очень, да, часто. Например, в Англии вообще не знают слова. Ну как, в классическом формате, в нашем российском, справедливость – это не то, что считают в Англии. Потому что у меня был руководитель англичанин, экспат, я ему так и не смогла объяснить, что такое справедливость. Ну по-нашему. То есть не в переводе, да, вот именно по мироощущению вот этому. Поэтому, ну бывает такое. Вот просто за справедливость, что стулья должны быть у всех одинаковые. У меня был конфликт на рабочем месте. Знаете, у всех были ноутбуки, мы начали расширять штат. И, ну, обычные черные ноутбуки, я даже не помню, какой там фирмы. Ну, обычные офисные. И расширяли штат, и у меня сисадмин закупил для новых работников белые. То есть ровно то же самое. Та же фирма, тоже железо. Просто, говорит, а на белые, говорит, скидка была, наверное, не все любят белые марки же. Я, говорит, и купил. Нам какая разница, они же у нас в офисе стоят, и стоят их, никуда никто не носит. И у меня такое началось. У меня пол офиса сбонтовалось. Почему это новичкам белые ноутбуки? Вот, знаете, вот откуда не ждала конфликта, вот это оттуда. Какая тебе разница, белый или черный? Нет. То есть это несправедливо. Белый, это значит белая кость. Ну, то есть придумали уже какие-то сказки там. И когда ты начинаешь в этом разбираться, думаешь, вот, а работать не пробовали? Нет, коллеги, не пробовали. Так и пришлось мне, знаете, конкурс устраивать на эти белые ноутбуки. То есть кто там лучший будет за неделю, вот тому эти белые ноутбуки и дадут. То есть, вот, знаете, для кого-то это вот, ну, вот такие вот бьются за белые ноутбуки. Хотя там ровно то же самое. Это не домой они их отнесут. Просто на работе сидеть по клавишам, либо белым нажимать, либо черным. Все остальное одинаковое. Итак, коллеги, попробуйте и эту табличку вам. Ну, и в завершении, наверное, такой кейс вам дам. Давайте рассмотрим его. Типовые кейсы, кстати. Руководитель принял на работу специалиста, который должен работать у его заместителя. Причем на работу не был, прием на работу не был согласован с заместителем. Вскоре проявилась неспособность этого сотрудника выполнять свои обязанности. заместитель служебной запиской докладывает об этом руководителю. Как вам кажется, какой здесь конфликт? Пишите в чате. Про что здесь конфликт? Кто за что бьется? Межличностный. Так. Между руководителем и его замом. А по поводу чего? За какой интерес, Наталья? В чем тут интерес? Так. Влияние, принятие решений. Да, близко, Юль. Да, Сергей. Заместитель обиделся, что его не спросили. За власть, по сути. Да? То есть получается, это ролевой конфликт. Потому что заместитель, поскольку это реальный кейс, я знаю его, заместитель рисовал себе роль, что он имеет право как нанимать людей под себя, так и увольнять. А просто без его спроса взять какого-то сотрудника, он не готов. И тут как раз то, что он не пошел устно разговаривать на эту тему, а служебной запиской докладывает. Знаете, вот эта формальность, да, это как раз симптом скрытого конфликта. То есть тут открытого конфликта нет, он просто пишет настоящим письмом, докладывая о том, что там то-то, 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 Иванов плохо работает. Вот как раз это нужно обращать на это внимание, что скрытый конфликт тут есть. Кстати говоря, руководитель вообще не подумал и не думал в этом кейсе его как-то оскорблять, какую-то роль его принижать. Он наоборот хотел помочь, потому что у зама была запарка, и он решил помочь его, такая медвежья услуга, помочь ему зарекрутировать сотрудника, чтобы ему проще было работать. Ну, в итоге заместитель, видите, не делает медвежьи услуги, потому что очень часто это приводит к конфликту. Заместитель на это обиделся. Да, и еще вам один кейс. Одна сотрудница высказывает другой претензии по поводу многочисленных, часто повторяющихся ошибок в работе. Вторая сотрудница принимает высказанные претензии за оскорбление между ними в одни конфликт. Причем открыто они очень грубо разговаривали друг с другом. Про что здесь конфликт? Так. Межличностный. Так. А подробнее? За что борются-то? Так, уровень компетентности. Коллеги, тоже ролевой конфликт. Зарплата, как итог. Они друг другу ровня, да, то есть они одинаковые по уровню карьерной лестницы. И вторая не воспринимает критику от своей коллеги, поскольку считает, что давать обратную связь она просто не имеет права. Поэтому она, даже если там какая-то конструктивная обратная связь, но ролевая модель у второй соответствует тому, что только руководитель имеет право давать какие-то замечания. В связи с этим, видите, вот эта роль, и как бы я могла помочь, достичь, если бы я была первой сотрудницей, и я понимаю, что моя коллега постоянно делает что-то не так. То есть не я с ней разговариваю, а я иду к руководителю, говорю о том, что есть вот такой вот нюанс, есть вот такая вот проблема, и нужно ее решить, и тогда там решится то-то, то-то, то-то. И я понимаю, что я сейчас говорю, а у некоторых из вас, наверное, в голове такое, это же настучать. Есть у кого-нибудь такое? Признавайтесь. Пойти настучать на свою коллегу, что он там где-то делает работу не так в высшем руководстве. Есть внутри такой червячок? Есть, есть. Нет, это не настучать. Ну, я-то понимаю, что это не настучать, но в нашей российской шкале ценностей очень многие начинают говорить, нет, это же все-таки, ну, как-то сдать, это же моя коллега. Как бы, знаете, как будто бы на работу приходят дружить. Да, вот я часто это вижу, говорю, подождите, то, что вы дружите на работе, это, конечно, великолепно, но это никак не должно мешать бизнесу. То есть это должно быть в формате, дружба это второй пункт, но сначала мы все-таки приходим и должны компании прибыль приносить, нас для этого туда наняли, а не для того, чтобы дружить. А между собой вы можете там после работы хоть обдружиться. Поэтому здесь формат как раз, ну, продавания, я бы с таким словом убеждения сотрудников о том, что если у нас что-то мешает работе, вы об этом говорите руководителю. Это его задача как руководителя уже найти способы решения данных вопросов. Потому что очень часто, ну, вот даже элементарно какие-то вещи на одном из тренингов корпоративных у меня была там команда айтишников, проектные команды, и они друг другу обратную связь дают просто ужасно. Я когда слышала, у меня прям рубец на сердце практически был, потому что такие, а знаете, аналитики, которые очень любят друг другу критиковать, и у них вся обратная связь, и чего, и вот ты сам-то, ну, вот я не буду даже, знаете, там очень грубыми словами это говорится друг другу, и так повсеместно. Надо думать, что у них весь разговор, любая коммуникация друг с другом, это как собаки, которые лаят друг на друга, и все. А руководитель сидит на это и смотрит. Я говорю, у тебя эффективно, вот целый час они прогавкали друг на друга, эффективно, ну, то есть, чтобы посмотреть эффективность этой встречи, посмотри на принятые решения, поделенные на то время, которое потратили. Время – деньги, да, каждый сотрудник за это время, ты ему выплатил зарплату, посмотри, какой у него вход, какие затраты. А в результате по нулям они только поругались, и все. И если бы ты решал индивидуально такие вопросы, у тебя бы не нужно было тратить время на то, чтобы 12 человек собирать. И сейчас вот у меня месяц они уже проработали по новой схеме, обратная связь очень хорошая. Говорят, мы, правда, перестали, они научились. Во-первых, мы их научили давать друг другу корректную обратную связь, хотя бы как минимум по сэндвичу плюс-минус плюс, хотя бы такую допотопную, да. И друг друга уважительно относиться, а не то, что, знаете, кто кого запинает. И такое правда тоже бывает. Итак, ну и общие техники сглаживания конфликта, коллеги, не буду подробно, потому что это много, и я это в курсе управления конфликтами. Подробно очень доказательную базу даю, да, техники сглаживания конфликтов. В общем, это всегда нужно писать на доске или бумаге, потому что наш рептильный мозг, который агрессирует, он, ну как бы не он агрессирует, конечно, да, вынуждает нас агрессировать, не будет реагировать на бумагу или на доску. Поэтому всегда должно быть где-то отвлечение от самого человека на доску или бумагу, говорить тише, медленнее, слушать. И еще очень важный момент, что если зашли в тупик, делайте паузу, потому что человек немножко успокоится, пусть это будет лучше на следующий день. И зачастую в медиации это всегда несколько встреч в разные дни, и каждый раз, знаете, вот первая встреча может быть очень бурная, вторая уже спокойнее, а на третьей уже как будто бы и простой деловой разговор. Поэтому правда тут, если все делать качественно, то на самом деле разрешить конфликты можно многие, но не говорю, что 100%, это точно нет. Вот, ну и в особенностях курса могу сказать, что он очень короткий, всего 16 часов, это два выходных, как я уже говорила, старт 23-го, 05-го. И у вас там будет возможность не только, ну вот хотя и сегодня я постаралась в нашем уроке практику такую дать, понятно, маленькое у нас время, поэтому не могу уделить больше, больше, большего разбора, вот, но там вы сможете проработать уже и свои какие-то конфликты, опять же, получить, получить от меня, опять же, обратную связь. Кстати, управление конфликтами входит в различные комплексные программы, кто получает повышение квалификации или вообще переквалификацию, посмотрите, во многие курсы, во многие дипломные программы входит этот курс, и вы можете его получить там чуть ли не бесплатно, ну то есть даже эти деньги вы можете достаточно хорошо отработать. Он есть в разных форматах, вот, в ближайшую субботу он будет в очном формате, но он бывает и в открытом формате, в том числе, когда вы смотрите записи и решаете все кейсы уже непосредственно с самим преподавателем, это будет в таком более самостоятельном темпе обучения, ну и напоминаю о том, что бесплатная консультация по профессиональному развитию, пока оставлю этот промо-код, чтобы вы успели зафиксировать себе, пока посмотрю, какие вопросы вы мне написали. Так, Елена, руководитель принимает на работу по блату некомпетентных людей, которые постоянно пытаются принизить, манипулируют вплоть до угроз. Если не поддашься этим манипуляциям, они идут к руководителю и обидничают. В итоге руководитель считает, что это плохое не они, обращаться к таким, считаю, нет смысла, никакие техники не помогут. Ну, смотрите, в первую очередь здесь нужно, давайте так вот со стороны, когда я пока читала ваш кейс, почему руководитель нанимает своих по блату? На самом деле зачастую это просто нет доверия тем, кто работает. Ну, поверьте, практика у меня большая, и говорят, да я просто не доверяю, поэтому, возможно, не выстроили, и вы в том числе не выстроили, как бы не страшно, может быть, эти слова неприятные, их слушать порой, не выстроили с ним отношения с точки зрения рапорта, да, рапорт это установка контакта, уровня доверия, чтобы он вам доверял. И я работала в компании, в которых тоже огромное количество людей было по блату, а я была со стороны, но как только я выстроила рапорт с руководителем по отношению ко мне, у меня была такая железобетонная броня, и никто не смел, в общем-то, там под меня копать, ну, хотя попытки были, не говорю, что их не было, попытки были, но они очень жестко пресекались, потому что руководитель мне доверял. То есть тут нужно понимать, не воевать против вот этих людей, которые пришли, потому что раз они некомпетентны, это тоже их защита, ну, понимаете, любой, помните мультфильм вот этот, Маугли, и там под Шарханом был, я не помню, какой-то там зверек такой маленький, который говорил, мы пойдем на север, мы пойдем на север, ну, вот он как бы прикрывается, большой шакал, да, прикрывается большой крышей, вот этим Шарханом, и на всех, в общем-то, тявкает, ну, и в бизнесе точно так же всегда будут люди, которые там зашли, а вот у меня там родственник или там еще кто-то, вот думайте о своем профессионализме, знаете, вот немножко выше или в сторону даже отойти от этого. Собака лает, караван идет, я люблю эту фразу, потому что когда ты в чем-то являешься уникальным экспертом, когда ты знаешь и умеешь, на тебя можно положиться, что в сложной ситуации ты не подведешь, вы знаете, любой руководитель, он тоже это видит, и даже когда бывают истории про то, что, ну да, но все равно вот я там, в общем-то, и такой хороший, и такой замечательный, а вот меня все равно там не замечают коллеги, не замечают, это не единственный работодатель, знаете, всегда в формате управления конфликтами есть история про то, что мы уходим, ну то есть зачем доказывать людям, ну то есть если ты там не нужен, а может такое случиться, что реально там нужны люди, которые вот бегают и говорят о том, что мы пойдем на север, мы пойдем на север, ну то есть у них профиль таких людей, а ты там такой Маугли скачешь и думаешь, что ты сейчас там всех спасешь, ну слушай, Маугли, ты же человек, ну может быть я в человеческое общество пойти, а не разговаривать с каким-то звериным обществом, то есть знаете, уход от конфликта это не проигрыш, вот на курсе я буду тоже об этом говорить, даже кейсов много приводить, потому что очень многие считают, что если ты ушел, ну как бы не общаешься с этим человеком, то это ты проиграл, ты в игры, ты как бы в какие-то игры играешь, там у тебя войнушка какая-то, да, это про что, вот знаете, я бы больше про свое собственное счастье, свое собственное здоровье думала, а не про то, кого там выиграть или кому проиграть, вот как-то так, да, ну что, коллеги, да, спасибо, Антон, спасибо большое, спасибо, да, и мы на сегодня завершаем, я правда никого из вас вот так, вы же фамилии не пишете, и видите, я вас не вижу, возможно, да, я знаю, когда фамилии вижу, знакомые фамилии, понимаю, что на каких-то курсах вы были, я же их много веду, и вам спасибо большое за то, что, несмотря на то, что вы уже были на этом курсе, я старалась, и сейчас я давала, кстати, инструменты, которых не будет в курсе, ну это такая вот дополнительная плюшечка, да, дополнительные какие-то моменты, которые могут вам уже помочь даже до курса, даже те, кто туда не пойдут в силу каких-то причин, да, спасибо, всем спасибо большое, всем хорошего такого солнечного уже теплого дня, да, и, конечно, поменьше всем конфликтов, но и, знаете, даже когда они есть, пусть это будет такое рациональное решение конфликта, потому что один из позитивных моментов в любых конфликтах – это эволюция, то есть мы эволюционируем как раз из-за того, что мы входим в конфликт, ну то есть нам лень вставать с дивана, переключать телевизор, кто-то придумал пульт, пульт управления этим телевизором, да, лень ходить в будку телефонную, звонить по две копейки, придумали сотовый телефон, поэтому все конфликты, на самом деле, если рассматривать их с другой стороны, за ним есть много очень позитивного, поэтому каждому из вас я желаю вылезти из тех конфликтов, которые есть, с позитивным таким настроением и с опытом, да, всем спасибо, до свидания. Спасибо, спасибо, Ареста, тоже спасибо.